так все запись пошла запись на мой локальный компьютер конечно же проверяем как на стриме меня отлично слышно начинаем запись на овнет так вот наконец-то уже третий раз записываю вообще все как начать могу сейчас надо собраться ну так всем привет с вами снова сегодня химер cyber и я сделаю сегодня обновленный урок видео урок по настройке стрима на программе в программе эксплит в прошлом уроке я конечно многое чего упустил наверное в этом уроке постараюсь справиться но и вообще эксплит очень сильно развивается быстро идет вперед поэтому обновленный видеогайд не помешает итак давайте сейчас пройдемся по плану сделали себе как прошлый раз небольшой планчик такой кстати я сделаю видео урок снова с нуля полностью с нуля поэтому времени на это будет наверное уделено около часа не то что в прошлом гайде на 20 минут я так рассчитываю и рассказать все более подробно я же немного буду загорелся но это ладно принципе можно обрезать или что-то там сделать другое так главное чтобы все записываю все шло окей но дропсов пока мало это уже радует ну давайте пройдемся по плану в начале я расскажу различие между и дуба flash life encoder и эксплит принципе эта тема очень большая много споров там ведется что и как но главный момент конечно же скажу так ну на втором месте пару слов об аккаунте на унит кстати я в своем уроке на и сел подробно рассказал как регистрировать аккаунт как заводить канал как настраивать самый эксплит для первой трансляции там вы можете почитать но тут с наверное самое главное это как записывать на сайте что по моему не указал своим текстом так сказать один ну и создание канала немножечко там об этом поговорим так ну и пару слов о мощности компьютера гарнитуре но это тоже будем удалять не делять этому много внимания просто самое главное скажу что и как надо так третье эксплит регистрация пару слов тоже так тут спанят чате да кстати давайте все таки запилим туда ссылочку делаю гайд да забыл вкладку лол вкладка лол все окей чтобы не было легче кому чтобы назовите ли так сказать работать ну ладно давайте продолжим так эксплит регистрация все снова тут по-быстрому немножко пройдемся по этому пункту пункту и как обновлять эксплит тоже принципе важный момент важный момент сейчас ну и вообще там для стримеров как они это делают так ну тут уже с четвертого так сказать пункт у нас пойдет основная часть основная часть которую я насчитываю будет более подробно рассказано главное окно эксплит панель захвата панель со сценой презентации так захват области на экране или всего экрана галочки ну галочки то я себе именно пометил там вот когда вы захватываете там надо выставить специальные галочки ой 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 там что-то без памят уже удалили так вклад вставка изображения их перемещением так настройка расширения vps для стрима в главном окне настройка джина это все в главном окне у нас ну и клапка general тоже имеет место быть настройка аккаунты эксплит но это уже поподробнее об этом тоже надо рассказать как отдельный пункт это вывел так будем перемещать мы запись ввода на локальный диск и возможно даже повторюсь о записи на сайте именно ну и как выводить там на всякие другие сайты конечно же так ну давайте все-таки начнем у нас различие между и добра flash life encoder и эксплит ну что хочет сказать область flash encoder flash encoder у нас довольно старая такая программа и она состоит из двух частей но принципе спли тоже состоит из двух частей но 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 flash life encoder вам требуется скачать отдельную камеру для захвата или какой-то области на экране или же всего экрана поэтому это конечно небольшой минус потому что при стриме иногда бывает что сам live encoder у нас заглючит или же сама камера поэтому не знаем что там произошло что и как ну и вообще тратится больше ресурсов на это все на поддерживание двух программ так сказать поэтому 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 вот так вот но конечно же у life encoder больше более гибкие настройки вот мы видим я сейчас тут открыл открыл свое окно там формат можно выбрать но формат к сожалению старая не то что вы сплите в эксплите у нас x264 по моему кодек а тут vp6 еще какой-то я забыл сейчас не могу открыть и могу нет не могу открыть фрамой рейток инпут сайс так битрейт кроп разберетесь короче если конечно будете если конечно я буду пилить и гайд оба flash life encoder потому что в принципе эта программа тоже надо знать и мало ли что с эксплитом случится такое ну бывает он же все таки там логин переход переходит переходит через сайт эксплит точка ком поэтому иногда там бывают какие-то ошибки вы просто не сможете зайти свой аккаунт с помощью программы эксплит поэтому иногда приходится стрим стримы проводить на flash life media encoder но и flash life media encoder является бесплатным а тогда когда эксплит станет платным это уже это уже это уже так новости у нас какие-то если идут уже по контур страйку ну ладно так еще что я забыл сказать о различиях принципе это большая тема него можно говорить просто часами кто лучше что лучше принципе выбирайте для своей именно для своей машины проверить протестируйте как вам где удобно может для вашей машины больше подойдет flash life encoder нежели эксплит к моей же машине все-таки подходит больше эксплит это посмотрел до забыл сказать у меня процесса amd феном 2 x4 920 по-моему так модель не называется 2 и 8 ггц гигагерц вот такой у меня процессор в принципе кого мощнее у это стримим на чем есть так вот что еще забыл сказать flash life encoder позволяет запускать сразу два энкодера и 3 эксплит к сожалению у нас запускается только в одном окне то есть вы нельзя можно повторно запустить что плохо вот поэтому я и делаю этот гайд на flash life encoder так ну надеюсь ничего того главного не упустил на принципе это неважно различие это это как я уже сказал большая тема а вот еще что вот еще что забыл сказать эксплит по настройкам очень прост не то что там flash life encoder flash life encoder вам надо настраивать сам энкодер саму камеру там подкручивать ее там смотреть что и как эксплит в этом смысле конечно же легче и нагляднее кстати вот что еще такая вот проблемка небольшая с life flash encoder которую мне принципе не очень нравится это то что например если вы стримите в окне и вам надо иногда там переместить окно или вы случайно переместили то переместить обратно в flash life encoder это не такая уж легкая задача вам надо чтобы у вас от было включено output видео чтобы вы видели про вьюшку тут настраивать все и как ну муторно это очень в эксплите это с этим делом полегче там сразу превью и видно куда смотрит окно так ну давайте все таки перейдем уже ко второму пункту как я уже сказал много различиях говорить не стоит так очень большая тема просто на этом 10 страниц на форме каком-нибудь вот пару слов об аккаунте на ум 3d что самое главное самое главное вот что после регистрации вам надо еще создать сам канал канал для вашего стрима между учетной записью и каналом вот такие различия есть ну как бы расскажу немного подробнее сама учетная запись это то ну как бы ваш паспорт как бы на оуниде то есть там индифицирует вас там название что вы стримите какую игру и там подобное вот что такое канал сам канал это как бы та ссылочка куда вы кидаете свой поток видео поток и который уже он умный 3d обрабатывается и уже пересылается конечному пользователю вот создание канала занимает где-то одного часа до трех где-то так я читал ну может день подождать давайте пройдемся немного по настройкам но name название это понятно description описание не тут простое такое описание теги тоже понятно игра тут кстати выбирать на эту игру не писать ее ну вот вы там например пишите league of legends у вас появляется список чик и вы ее конечно же заполняете статус месседж ну так как там в твиттере или еще где-то статус месседж вашего канала quite next channel это если у вас есть конечно же стрим дилей кстати вот это вот настройка хорошая если вы например там стримите игру от соло то есть от себя лично и вам надо и вам надо какую-то промежуток времени не то что промежуток времени а задержку задержку для своего стрима чтобы там противник ваш не палил вашу игру ваши там карты например если вы покер играете распоряжение ваших юнитов starcraft и например но это к сожалению даже к лучшему очень трудно спалить если только там ваш противник не находится в тс с кем-то не будем развиваться в эти подробности тут подал делать такое ну вот вы нажимаете просто выбираете списка там 30 секунд 60 секунд 120 секунд и 408 секунд самый максимальный ну у меня но утилы и мне это пока не надо так но вот эти две ссылочки нас фмс url и фмс стрим это у нас для flash life encoder надеюсь у меня мышка показывается не то что прошлый раз ну фмс стрим вы вставляете вот сюда а фмс стрим вы вставляете сюда вот вот эти строчки две как у меня тут написано надеюсь вы видите в принципе вот так вот ну и мбд код это тот код который вы ставите на свой сайт то есть вы хотите вот там плеер вот он запиленный уже это вот именно вот этот код вы вставляете на сайт так ну и ссылка ссылка это уже та ссылка где вы стримите на оуне 3d вот у меня вот так вот ссылка там номер пошло уже кстати не удивляйтесь что мне там с плитком написано такой небольшой баннер это у меня камера просто незарегистрированные выбирать не приходится вот кстати в чем и минус эти доба flash life encoder так ну даже эту тут для рекламы на файта broadcaster пригласить того своего друга там кто стримит до сих пор на и доба flash life encoder и не знаю что такое эксприт в принципе наверное многие знают что то вы если поэтому поэтому возвращаться не стоит так ну и кладочка которую я наверно тоже расскажу немножечко это авто шара то есть если у вас есть например аккаунт где-нибудь там на youtube и там daily morning или как там называется я забыл этот костинг называется daily короче как то так еще что поправьте вот вы можете просто его подконнектить к своему аккаунту и если что у вас все видео ну или там те видео например видео вот и у вас тут есть кнопочка youtube вы нажимаете ее и у вас автоматически вот это ваше видео записанное на на униди пересылается на youtube или другой видео хостинг очень кстати удобно вам не надо ничего обрабатывать не занимать свои мозги вот этим вот так сказать геморроем с флв файлами принципе вот так вот так давайте все таки перейдем к второму пункту второй пункт у нас в втором пункте так они на автологии пару слов о мощности компьютера но как я уже сказал у меня amd fenom 2 x4 то есть значит четырехъядерный компьютер вообще для стрима лучше конечно же иметь четырехъядерную машину для ходе трансляции как я почитал минимум надо 2 и 8 что принципе у меня есть скорость интернета ну я думаю где-то от 2 до 3 где-то так ну и выше конечно же меньше уже конечно там вы должны настраивать меньше конечно там расширение на битрей там меньше ну смотрите сами вот так гарнитура гарнитура конечно же вас должен быть микрофон в ушах ваших в наушниках не петличка там не обычный микрофон который там на ножке нет это не надо использовать ну что-то во-первых неудобно во вторых с этим сложности и посторонние шумы могут возникнуть ну и конечно же микрофон сам должен быть хорошего качества ну конечно гарнитуру можно купить от 300 рублей день там на области точку ру или еще где-нибудь я там покупал свою гарнитуру небольшая такая реклама но в принципе сайт достойное внимание там долго всяких много всяких комплектующих для пока которого можно купить кстати я там же покупал процессор быть такая небольшая реклама но лучше конечно поригментовать где можно купить что и как по дешевке принципе нормального качества ну вот ну конечно же нормальные гарнитуры там стоят 1000 рублей но и больше ну и razer гарнитуры кстати не шенхейзер еще вот хорошая фирма перейдем к третьему пункту xsplit регистрация как на обновить xsplit так но заходим все-таки на сайт xsplit xsplit.com xsplit.com так заходим кстати по моему когда я рейдился на улице 3d там при создании канала вам сразу предлагают сделать аккаунт на xsplit или же или же я уже точно забыл как все это делается но давайте все таки так логаут давайте все таки логаут сделаем что я же там залогился так ну регистр 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 ну если вы конечно там что-то овнет вам предложат такой сделать у вас появится большая страница на xsplit там будет почти такое же вот поле там mail подтверждение мэйла ваше настоящее имя пароль ну и также вам попросит ввести данные вашего улни 3d аккаунта принципе не бойтесь водите все нормально потому что xsplit и улни в принципе сотрудничают как я понял ну вот ну вели вы все окей зарегистрировались и скачали вот программу вот по этой ссылочке так сообщает нам последнюю версию xsplit.com download такой ссылочек у нас и последняя версия бета 4 rc5 версия такая то сейчас посмотрим какая у меня версия я ставлю какую-то страницу чтобы не забыть так ну и вот у нас у меня уже установлена xsplit вы устанавливаете обновляете так у меня версия 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 у меня новая не то что тут написано так но эти не будем ничего загружать вот у нас окном с xsplit обновленный xsplit ну я не до конца его обновил не буду сейчас ничего обновлять что не хочу потерять свои настройки ну вот давайте залогимся все таки но сейчас расскажу как обновлять все таки самый xsplit принципе это важная вещь но предупреждаю часто это делать не надо потому что иногда выходят такие обновления которые просто позволяют вам стримить нормальном качестве давайте все таки выйдем и я скажу как обновлять xsplit ну в принципе xsplit сам попросит если там какие-то серьезные обновления при вашем входе ваш аккаунт он просто напишет там наведите меня пожалуйста то 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 английский кстати тут японский даже есть риск корейский но как обновлять обновлять очень просто вы используете просто вводите поле email вот такой вот email tier 3 собака xsplit точка ком а вместо пароля вводить просто апдейт я это делать не буду чтобы ничего там не сломалось то мало ли что эти вот значок это не пугайтесь это у меня это моя программа там касперский посылок менеджер надо появляется не обращать на это внимание вот просто обновляете кстати последний вот версии просит xsplit и просит также обновить и доба flash player и и нет формы вог но там принципе все автоматически делается вам ничего не надо делать только нажимать далее все но давайте все-таки войдем мой аккаунт об этом я рассказал как обновить ну и начнем начнем все-таки наш гайд по xsplit и тут последние новости special order offer for you цены конечно там ой-ой-ой какие на xsplit но пока мы пользуемся бета-версии вот главное у нас окно главное окно xsplit и давать побольше сделаем окно превью мы пройдемся по главному окну главное окно представляют нас как бы две даже три части первое это превью наше превью как у нас будет стрим выглядеть на оуне 3d на вашем канале сцена source это вот настройка вашей сцены вашей текущей сцены тут сюда вы добавляете screen region то есть область которую вы захватываете там картинки всякие тому подобное ну и сами сцены вы можете задавать различные сцены и менять их вот прямо как я сейчас сделал там вот на картинку переставил так панель захвата панель социальной презентации вот что такое презентации ну допустим в будущем вы там сделали вот как у меня там уже практически все сцены мне заполнены и вам вот это вот расположение надо сохранить там или можно перенести на другую компьютер хотя это вот сомневаюсь с этим потому что экспит по моему как я думаю сохраняет именно вот распорожение файла поэтому у вас на другом компьютере файл должен лежать такой же папочки что и вы задали но принципе если что там можно поменять ну конечно screen region будет сохранять если что но принципе на другом компьютере вам надо все равно лучше заново настроить все потратить на это больше времени нежели сохранять и снова загружать настройки вот вы например уже сделали свои настройки там майн кс кстс там например жеребьевка сцена жеребьевкой там сцена со стримом в лику флэшнс там с автрафту ну как все это сохранить файл нажимаем файл и сейф презентейшн прокручат вот ну там сохраняйте там например тест на рабочий стол кидаем конечно можно флэшку запилить вот сохранили чтобы загрузить лот конечно же лото там открываете вот такой вот расширение этот файл имеет bp res бродка бродка стресс res как я понял шифровывается ну вот в принципе все у вас эти настройки все будут загружены ну и если вы хотите сбросить то он просто new presentation нажимаете тут ничего сложного нету вот ну перейдем все-таки к панели панели сцена source то есть настройки самой одной сцен только так ну давайте пройдемся по вот этим кнопочкам от remove с этим это у нас отвечает за добавление всяких медиа файлов и камеры если он в этом пользуетесь например веб камеры вот у вас вот в этой вкладке точнее в этом меню должна появиться ваша видеокамера если вы там подключили через юсб ну просто вставляете и там вот уже дальше редактируете это медиафайл вы добавляете с помощью этого какой-нибудь медиафайл там картинку ролик и еще там подобное кстати насчет роликов вот я заметил такую вот ошибочку иногда если у вас путь к этому к ролику имеет русские буквы то у вас просто он на стриме не появится ну вот в этой вот сцены source вам надо чтобы у вашего ролика был путь именно на латинице то есть там например вот как у меня здесь и здесь так где же у меня и сейчас сейчас будет звук не пугайтесь не будет уход у меня например д стрим жеребьевка sl сис ну такой формат имеет эта запись так что вот так переключиться назад давайте что-нибудь все-таки добавим например это медиафайл давайте сначала давать картинку все-таки добавим какой там стримы у меня тут уже заготовлены всякие картиночки картиночки не давайте щетки символик и если уж они добавим кикадли ссыл делаем так так чтобы добавить так ну допустим делаем стрим по покеру вот добавили как видите добавили вот она появилась у вас так вкладка вот эта кнопка римов у нас удаляет какую-то картинку то есть нажимаете выделяете эту картинку нажимаете римов у вас она автоматически исчезает ну и с этим с этим с у нас отвечает вот настройки вот это именно картиночки которые вы только что добавили settings color цвета коррекция эти хорошие функции на помогает так ну вот конечно с позиция у нас позиция для вот этой картиночки снова не считает кстати у меня тут подсказали один способ просто так вот с этим нажимать чтобы тот появился просто выделяйте эту картиночку нажимаете правую кнопку мыши у вас сразу же с этим появляется вот так вот давайте пройдемся позиция с позиции по икс по игрек подвинем вот видите двигается все влево вправо вот тут кстати еще есть 3d можно двигать вот этот стойк как 3d шный то есть вот у вас поворачивается принципе это и пока не 3d вот у вас вот наконец-то у нас 3d появилась вот вы также можете с каждой картинке также вот сделать и так же можете даже вот сорсом то есть тем региона который вы захватывать вот positions там не сейчас ноль вот вы видите вот у меня весь экран повернулся вниз как все вернуть по моему это у нас два раза кликнуть а нет зажимаем shift два раз клика вот то есть например вот у нас зажимаем зажимаем shift вот видите у нас вот так вот у нас можно подвигать вот эту картину картину это не картинкой это screen region который мы захватываем с нашего компьютера вот все двигаем также можно картинку зажимаем зажима там shift том все это делаем вот так вот что все это вернуть назад просто зажимаем shift два раза кликну и все у нас становится в ров в норму да кстати вот еще что добавил добавить добавить не лучше добавлю потом когда будем рассказывать о скринджей же режим вот добавили картинку сейчас она нужна давайте удалим ее это вернем назад добавляем ролик например вот так сейчас перейдем какой нибудь ролик найдем какой нибудь ролик и думаю он есть так то интервью ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну что-то не могу найти а вот допустим вот это вот 0 1 добавляем сразу звук уже пошел вы наверно слышите ой 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 давайте пройдемся по вот эта вкладка медиа она отвечает за вот проигрывание вот этого медиа файлы вот вашего видео ну тут конечно панель как вы уже знаете пустама стоп старт вен сцена лот это означает это настройка начать что если вы например переключить на эту сцену например вот у вас вот в моей отдельной сцене есть какой-то ролик вы него переключить автоматически этот ролик у вас производится то есть вот например раз переключить видеть сразу прошел ой 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 опять громко я вас углушил ну вот кстати редактируем звук сразу лучше предлагаю убрать вот так вот на середину а то очень громко будет на стриме все это так также еще можно настроить когда начинает ролик с какой позиции тут старт и заканчивать с какой сетер сет думаю вы с этим разберетесь главное главное экспериментировать это вот опция обозначает что если вы например там случайно переместились на другую сцену а ролик у вас на другой сцене и шел то он автоматически ставится становится на паузу если вы снова переключить на эту сцену то у вас он продолжится продолжить свое воспроизведение q и point вот это вот немного не знаю что это за настройка на принципе можете сами попробовать что и как так же тут можно цветовую гамму этого ролика вон видите там баллов цветовую гамму этого ролика вон видите у нас меняется там все красивенько давайте ресет сделаем также позицию можно убрать keep expect rate это можно вот так вот растягивать если убрать эту кнопочку точнее это галочку вот на на полный экран растянули нам это не надо поэтому давайте уберем ну вообще ролик нам не нужно сейчас ну вы видели как у нас добавляются ролики теперь давайте все таки перейдем к к чему мы перейдем не вот к чему мы перейдем к добавлению титров ну не титров а например какой нибудь надпись делается это с помощью add title вот там текст там например фнатик vs navi ну так по-быстрому напишем ок так а где у нас это вот у нас закроем чтобы видеть у нас эту надпись она сейчас у нас очень большая вот так подвигаем например вниз вот у нас например какая-то надпись появилась вы можете также перемещать по разным углам вашего экрана в принципе тут ничего сложного нету редактировать также можно правой кнопкой мыши конфигуры и тут у вас появляется текстовый редактор так скроунинг скроунинг это давайте нажимаем эту опцию там норму вот смотрите видите у нас подсчетчик где-нибудь место найдем вот видите у нас надпись начинает двигаться то есть как бы там например вы поставили там стрим ну как сказать на паузу там включили музыку и какую-то информацию для пользователя которую вас смотрят там например такой тата матч переносится там например на 20-30 ну и вы хотите передать эту информацию пользуйте то есть вы там представить картинку эту надпись и все в принципе ну ставьте какую-нибудь музычку конфигуру что у нас тут еще есть скроунинг так шоу эндет не знаю что за настройка так теги ну в принципе там можете почитать там на эксплите что и как стил болт вот вот опы сити это у нас отвечает за прозрачность то есть сейчас у нас нет прозрачности давайте поставим на 50 нажмем окей вот видите у нас теперь надпись такая прозрачная прозрачненькая стала не такая уж и заметная в принципе это даже хорошо так вот как водяной знак то получается вон разобрались как у нас сделать всякие надписи дайте удалим вот так add smv плагин ну там возможно эксплит какие-то планирует плагины сделать или еще сделали или уже сделали я точно не знаю я этим пока не пользовался ну возможно там какие-то плагины там с тем же счетом там с тем же отображением времени еще что-то такое они могут добавить ну в общем почитайте на эксплитком ну в принципе это для обычного такого стрима в принципе не очень важно так add live stream что тут это live stream так вот насчет этой вкладки у меня небольшие сомнения я забыл что она означает точно ну возможно если вы например знаете там ссылку какого-нибудь уже идущего лайвстрима вы его просто можете сюда добавить назвать там по-своему и уже как бы сделать ретранс ретрансляцию или как-то так по-моему так это опция имеет такие вот функции но я ее не пробовал честно так что много сказать об этом не могу так кстати с этой камерой мы работаем так же как скринрейджем это такое вот замечание пока не забыл ну и переходим к самому интересному самому интересному как все таки добавлять область или весь экран добавляется конечно очень просто это скринрейджем вот у нас появляется такой вот красный крестик выделим наверно весь экран то есть мы будем захватывать весь экран вот у нас теперь показался весь экран и многие конечно вот такую ошибку конечно допускают вот все у нас появилось думаю что все нормально все окей но забывают что это все таки превью и она показывает что у вас будет все таки в конечном результате как у вас все ваш стрим будет выглядеть на уни 3d или там другом каком нибудь вашем канале для того чтобы увеличить вот эту вот вашу картинку с вашим там рабочим столом или еще с чем то вашей игрой вы просто вот так вот подвигаете все это вверх и уже в превью увеличиваете в принципе это такая вот ошибка и многие просто забывают это сделать я кстати поначалу тоже это делал да кстати вот еще что забыл наверное опытные пользователи фотошопа помню что такое слои вот вы наверное заметили у меня здесь стояла картинка если сейчас же ее нету почему потому что у нас слой с областью screen region стоит выше чем вот эта наша картинка просто перемещаем ее вот так вот ниже и видите вот все у нас картинка появилась вот так вот у нас сработает слои в эксплите в принципе даже очень удобно вот ну выделили у нас какую-то область кстати для counter strike давайте все таки перейдем к играм у нас много вопросов у меня было по поводу каких расширений стримить ту или иную игру counter strike я лично стримлю только в окне например вот запускаем counter strike ну counter strike у нас старая игра поэтому нельзя там каких-то дополнительных там режимов оконных сделать ну если только с помощью специальной программы но я это честно не делаю мне удобнее в оконном режиме все это стримить потому что например вот я перемещу окно вот сюда вот у меня конечно рабочий стол чуть побольше при стриме counter strike а например вот в этой части у меня там например какой-нибудь чат запилен я просто его тупо мониторю ну вот как сделаем там заходим в options конечно может сейчас лагать немножечко если пошел тренироваться я пилю гайд уже писать разучился так ну вы открываем ну вот вернемся вернемся в видео вкладка видео так где у нас тут это был вот run in in window in a window то есть у вас позволяет counter strike запустить в окне вот вы запустили в окне counter strike так давайте все так перейдем в эксплит так ну это старые мне настройки кстати там счет был кстати у меня потом будет гайд по счету я вам конечно же покажу ну вот у меня видите тут screen region конечно же тут немножечко все съехало ну потому что у меня расширение немножечко другое сейчас стоит главное расширение именно вот выделяем просто вот этот регион 600 800 на 600 и все и потом просто тупо подвигаем подвигаем окно кстати вот можно сдвинуть вот так вот превьюшку эксплита и уже просто настраивать как у нас там вот видите окно там подвигаем чтобы никаких синих полос у нас не было просто подвинули все окей там видим вверху полосы но это не суть важно в принципе это сейчас это не важно потому что мы сейчас не настраиваем стрим для counter strike а так просто показываем вот все сделали все окей ну в принципе с этим проблем у вас не возникло давайте все таки выходим что у нас освободился процессор так какие тут новости уже строку 3 не будем отвлекаться так пока я не забыл пока я не забыл а ну продолжим все таки о расширении говорить ну как вы поняли из counter strike мы должны стримить именно в окне конечно может там какую-нибудь программу еще использовать там свитч или как она там называется ну попробуйте я не знаю и мне проще как я уже говорил в окне стримить league of legends вот многие задавали такой вопрос как стримить league of legends в окне или в полном вообще вообще можно в полный экран и стримить конечно же можно но вам надо сделать такой небольшой конфиг конфиг для league of legends сейчас я если найду конечно же и если конечно же найду само описание как я это делал я ее где-то сохранил вот league of legends вот и даже по-английски с английского форма где-то это взял так вам надо зайти 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 вот у вас путь такой вот будет в серию games league of legends rats solutions low game клиент слн релиза такой-то номер deploy и там у вас будет файл кфг по-моему но сейчас мы поднимаем строим вам и писать такую вот настройку там window window with 1 и border less window 1 то есть у вас позволяет этот league of legends запустить практически как starcraft starcraft я напоминаю есть оконный режим во весь экран и тут кстати очень удобно сделали вообще starcraft очень удобно сделал для стриминга и вообще для игры ну вот там есть такая функция league of legends это же надо настраивать через конфиг давайте зайдем в league of legends вот у меня league of legends rats у нас то было solutions релизы 0.6 65 уже deploy так deploy доплы там не здесь это находится кфг а вот нашли deploy data кфг 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 открываем видим у нас тут много настроек кстати сразу тогда вот да вот что о чем забыл сказать сейчас немного задумался если у вас например монитор там 1024 на 1080 лучше ставьте расширение для стрима 1200 на 720 так как у нас он не просто не принимает вот такие довольно нестандартные расширения вот поэтому лучше в принципе свой монитор иметь там какой-нибудь 19 дюймовый и который поддерживает в принципе расширение 1280 на 720 в принципе так же вы можете указать гейм кфг сразу же вот это расширение у вас сразу же при запуске игры оно такое уже и станет а колорс 32 так где у нас эта строчка вот у нас вот эти две строчки которые вы должны установить для стрима по league of legends и поставить везде единицу ну в принципе все тут ничего сложного в принципе так же как фкс там вы делаете какой-нибудь там свой скрипт или еще что-то такое свой кфг файл в принципе для league of legends то же самое в принципе с league of legends мы разобрались как я уже сказал для старкрафта вам надо просто поставить оконный режим во весь экран вот в принципе вот что удобно сделать если у вас как я уже говорил монитор поддерживает 1270 1280 на 720 вы просто выставляете в мониторе расширение самого экрана сейчас даже покажу вот там правая кнопка мыши расширение экрана просто ставите на 1280 на 720 вот у меня так стоит захватывайте полный экран эксплитом и все окей будет почему так ну чтобы меньше жрал ресурсов к сплит поэтому я как бы делаю вот так вот в принципе для flash life encoder я делаю так же как вы видите я захватывал полный полный экран такое же у меня расширение все окей так прочекаем дропсов не так много уже радует так 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 зачем то я закрыл notapad плюс плюс там же мне весь план написан так галочки да вот о галочках которые в принципе хотел рассказать недавно ну где то наверное месяц три назад многие просто не могли стримить на эксплите они в спешном варианте переходили на Adobe Flash почему потому что тогда эксплит обновление эксплита постоянно ставили вот эти вот галочки capture right window optimize for known motion picture optimize the precise и поэтому стрим очень сильно лагал там какие то ошибки какие то ошибки возникали при стриме какие то все таки лаги поэтому нашли все таки в это решение отключить вот эти все галочки кроме конечно же show must show must click давайте по нему пройдемся я их не так хорошо знаю capture live windows это у вас по моему настройка отвечает например вот в эксплите вы там открываете настройку там каких-нибудь каналов там вот broadcast или channels вот у вас вот это окно если у вас активно активно галочка capture live windows у вас вот это вот окно просто не будет видно почему так делать я не знаю поэтому когда я когда даже мейкер такая ошибка была когда он делал свой гайд эксплита у него именно вот это вот опция была включена и он не смог ничего там сделать ничего не смог показать так оптимы из фону но он мошен печи довольно подробно об этой настройке я не могу рассказать ну короче он оптимизирует ваш поток поток под под что-то ну типа наверное как работает как кипоэкспекторатио точно это не могу сказать потому что мне это не надо и это жрет какие-то ресурсы а мне это не надо как вы уже поняли оптимы оптимы текс ресайс ой-ой-ой мне уже в вар пишут так оптимы из тексис райс там отображение шрифтов как-то оптимизуется отображение шрифтов в принципе это эм такого большого качества вам не даст и это занимает много ресурсов даже вот по-английски написано uncheck this for better performance если у вас например стрим стрим начинает лагать вот при этом то лучше все-таки тупцу отключить ладно у нас там готовится кб так что ну ладно так что у нас ну в принципе об этих галочках рассказал лучше их отключать чтобы стрим у вас не лагал стримить так иди иди кое-куда немного пара троллили меня так вернемся к моему плану так став изображение к перемещению это я рассказал так вот что я не а вот о чем я не рассказал как все-таки расширение стрима у нас самого стрима не то что мы захватываем а самого стрима как у нас будет выглядеть как мы это настраиваем заходим в view resolutions и видим у нас тут список расширений в принципе сюда можно добавить какое-нибудь свое расширение это делается с edit resolutions и у нас перешается в user setting и resolutions тут у нас очень много всяких расширений в принципе можно добавить свое там это но мне это не надо мне все уже добавлено кстати у меня не было вот это вот расширение и мне пришлось его добавлять самим там через add добавляем там descriptions пишем описание точнее ширину высоту тут все просто в принципе разберетесь конца то что не надо сохранить вот resolutions выбираем видите у меня галочка стоит на таком расширении выбираем его и еще мы делаем давайте допустим у нас поставим такое расширение и переместимся на кс-тест что это у меня с краном просто я хотел показать как тут все будет выглядеть то есть у вас вот что я хочу до вас донести это то что вот когда вы меняете расширение вам надо также вот и саму сам регион надо трагатировать там чуть его увеличить или уменьшить так фрам и рейд это у нас отвечает за фпс фпс вашим стрима как видите у меня стоит сейчас 20 для league of legends и старкрафта в принципе это нормально для контра страйка лучше выбирать конечно же 30 потому что эта игра очень требует большого количества фпс и комфортно конечно смотреть на 30 фпс не на 20 фпс как вы уже поняли ну и если вы конечно выбираете больше фпс то и в принципе у вас резолюшн должно быть чуть поменьше но если конечно у вас core i7 вам конечно чисто пофигу у вас процессор позволяет стримить сделать нормальные стримы core i7 ну конечно какой-нибудь с максимальным бкц максимальной скоростью не рекомендую конечно использовать вот это 60 и 59 фпс это вам не надо вообще лучше это не делать потому что у вас и так процессор будет сильно нагружен и игра еще и сам эксплит так что самый максимум конечно 30 для league of legends подойдет ну и так же как starcraft 2 25 24 или 20 фпс транс трансисшенс это у вас переходы когда вот например вы переключаете по сценам вот у меня такой вот переход ну тут он конечно не конечно не виден на стриме будет это вот ну затухание и затухание сцены как то такой вот переход ну тут разные переходы есть клок ну почти как sony vegas так сказать скалы viewport это у нас отвечает за размер вот этого вашего превью окна при стриме лучше конечно поставить 10 чтобы у вас это превью не занимало много ресурсов так что еще хотел сказать вот как нет задавали такой вопрос как мониторить нагрузку на процесс просто запускаем диспетчер задач переходим на вкладку быстродействия два клика и видим все вот так вот все просто то есть это и для вам надо для первоначальной настройки проверить как у вас загружен процессор вот у меня на могу загружен процессор потому что ну мало ли вы будете одну игру стримить например у вас еще будет запущен там ts skype или еще что то то есть вам еще на это надо какие-то ресурсы поэтому вы уже по этому графику можете смотреть так в принципе с этим все я думаю я думаю с этим все так давайте перейдем дальше дальше к захвату области это я тоже рассказал настройка расширения фпс для стрима вот тоже это уже рассказал вкладка general так мы вкладку general за что он отвечает заходим tools settings так сейчас чуть проключит профайл ну тут заполняйте там профайл когда там вы там родились ваше настоящее имя аватар что то такое перейдем все таки вкладку general general ну это такие глобальные настройки давайте все таки пройдемся general опять же автология такая небольшая это эксперт дизайбл аэрофтайма что это настройка означает вот видите у меня сейчас аэро тема отключена для чего аэро тема у нас занимает очень много ресурсов поэтому лучше ее отключить эксперт позволяет автоматически ее отключать то есть если галочка поставлена то при записке эксприта у вас аэро тема просто отключается вот эта всякая прозрачность в принципе это не нужна не надо да так make split allow window а по-моему и вот с тем когда вот он вырыл как чего сейчас покажу по-моему с этим перепутал capture а нет может и не перепутал ну сами проверьте что там и как то что вот вот эта вот настройка make split allow window она делает скрывает вот эти вот всякие вот окна дополнительные там user settings еще вот тут у вас при вашем начале там появляется как бы информация стрим начался там ваша ссылка соунда скопирована ваш буфер вот эти все маленькие окна у вас просто убирает вот тут настройка general enable virtual camera output это позволяет сделать эксприт как виртуальную камеру то есть там добавить например в удобово flash life encoder вот эту камеру от xp broadcaster так и новая у нас функция появилась enable game source я еще не изучил я еще даже не использовал и тут даже написано что она только в ранней бета стадии так что используйте я пока не надо по-моему она позволяет вам стримить игры не прибегая к законному режиму или как то так или просто там выбирайте игру игру такую то и при ее запуске просто эксприт начинает юстримить или что то такое ну точно вот не знаю как она работает я еще не пробую пока лучше не пробовать потому что она находится только в ранней бета стадии мало ли что у вас случится или эксприт там или еще что то такое так enable skype integration после установки эксприта если у вас запуск запущен skype skype у вас попросит спросит добавить дать ли доступ эксприту skype вы конечно же нажимаете да и если у вас также тут же включена вот эта настройка то все ваши переговоры в skype эксприт будет автоматически вам кидать на стрим то есть вы будете на стриме слышать что у вас там происходит skype очень удобная настройка используйте ее небольшое отступление так ну микрофон много ошибок было с тем что вот например я там не слышу себя там на стриме я слышу только игру с чем это связано эксприт сам имеет какой-то стерео микшер или точно вот не знаю насчет этого уточните там или мне потом скажите или если у вас например есть стерео микшер он его автоматически использует то есть вам ничего не надо настраивать вот у меня есть стерео микшер записывающий устройство Да, но все-таки туда зашел. Видимо, у нас стереомикшер у меня есть. Все окей, микрофон работает. Вот. Здесь вот у вас в аудио микрофон. Не надо вам ставить стереомикшер. Вам надо ставить именно микрофон. То есть такая вот ошибочка у вас. Бывает иногда. Поставите микрофон, тогда у вас все будет идеально. Также вот у вас еще такая вот вопросик возникал. Почему я слышу эхо? Эхо стримится и слышу себя два раза. Это может быть по двум причинам. Во-первых, у вас включена вот эта функция. Silence Detection. То есть шумодетекция, так сказать. То есть это у вас позволяет, по-моему, удалять всякий шум с вашего микрофона. Но уж его не использовать, потому что она как-то у меня плохо работает. Я ее просто отключаю. Звук просто очень коряво происходит. И вторая причина. Вот вы, например, оказались в своем канале. Давайте все-таки зайдем в мой канал. Ну вот, в мой канал зашли. И у вас автоматически... Автоматически происходит... Автоматически... Автоматически... Вот, как вы видите, автоматически происходит запуск вашего плеера. И вы поэтому слышите себя два раза. То есть ваш серио-микшер списывает звук с вашего стрима и посылает его опять обратно в стрим. То есть у вас как бы получается такое вот небольшое эхо. Так что просто в вашем браузере закрывайте вот эту вкладочку. Да, вот что я еще забыл рассказать. Вот что я забыл рассказать. Как записывать стрим на сайте именно. Ну, в принципе, это можно обратиться вот в этой пункте нашего гайда. Запись ввода. Ну, давайте все-таки запись стрима на сайте. Пометим себе, чтобы не забыть. Чтобы не удаляться от разговора. Так, ну, продолжим все-таки со вкладкой General разбираться. My Records. My Recordings. Вот эта настройка позволяет вам настроить папочку, где у вас все ваши записи будут сохранить. Локальные именно записи, которые у вас записывает Xplit. Сейчас у меня эта папочка, кстати, поменялась по умолчанию. По умолчанию теперь записывает, особенно Windows 7, в папке Videos. То есть, вот, например, там, открываем проводник, локальный ник C, пользователи, там, химера, сайбер, мои видео. И вот тут уже, вот видите, Xplit Recordings. Раньше было, вам приходилось заходить C, там, Program Files, там, Xplit, там, что-то где-то находить. Сейчас это просто у вас Videos находится. В принципе, ну, в принципе, можно настроить любое другое место, там, например, на диск D, где у вас побольше места. Если у вас такое имеется, конечно. Log System Information. Ну, это создает лок-файлы. Ваши-то системы, как вы стримили. Ну, и что-то такое. Так, Log System Information to Xplit Server. А, ну, это позволяет, конечно, собирать ваши системные, там, данные и отправлять Xplit разработчикам Xplit, и они, там, смотрят их, наверное, добавляют новые функции в Xplit, там, смотрят, доводят его до ума, так сказать. Ну, Restore Default Valiums, это значит, что сбросить все настройки на стандартные. В принципе, вот так вот. Так, что я еще забыл рассказать, вот только что, вот, вертелось в голове. А, Maricom, ну, это уже потом. Так, теперь переходим, переходим к чему? Переходим к настройке аккаунта Xplit. Вот, это делается. Это делается, это делается. Вкладка, меню Tools, вкладка Settings. И вкладка Channels. Вот, у меня уже тут некоторые каналы добавлены. Так, ну, давайте добавим. Конечно, я не буду добавлять. Просто вам покажу, как это делается. Нажимаем Add. Кстати, давайте посмотрим. А, мне нельзя это посмотреть. Ну, ладно. Если что, если что, я не знаю, что сделать. Будем надеяться на лучшее, что у меня все это видно. А давайте все-таки проверим на стриме, что же мы. Потому что у мейкера точно такая же ошибка была. Я не хочу повторить его ошибки. Много я уже рассказал. Ну, чуть-чуть передо окнем. Так, давай, сейчас ссылочку все-таки найду на свой стрим. Так, сразу выключаем звук, смотрим, как у нас там. Что, реально не отображается? Ух ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё. Вот это да. Файл от мейкера называется. У нас не отображаются вкладки. Да, что же делать, я забыл. Почему у нас вкладки не отображаются? Что у нас в стриме? Гайд по эксплиту. Да, конечно, плохо, что у нас вкладки не отображаются. Так, придется тогда все-таки экспериментировать. Так, что если мы сделали вот так вот? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему так все плохо? Вот, опять ошибка мейкера, конечно же. Не хотелось мне повторять, но что делать, приходится. Так, давайте сейчас проверим. Может, все-таки устраним эту ошибочку. Так, смотрим, что у меня тут. Так, смотрим, что у меня тут. Так, смотрим, что у меня тут. На, ха-ха. Он вообще тебя не отображает. Он вообще тебя не отображает. Отлично. Слышите меня опять два раза. Эх, ну ладно, придется так вот дальше делать. Конечно, это ненаглядно очень. Ну, вы видите, вообще ничего нету. То есть, все-таки-то камера там что-то надо делать. Давайте сейчас камеру прочекаем. Шелк. Так, а вот теперь. Опять я скрыл. Да, опять придется переделать. Ну ладно, что, времени-то много сейчас. Ну ладно, что, время... Так, сейчас посмотрим. Во, наконец-то. Появилось. Появилось то, что я хотел. Появилось. Опять вы меня слышите. Вы слышите то, что я хотел. Появилось. Так, ну все. Ну вот вообще... Вот вообще настроечки, конечно. Настроечки меня подмели. Ну, там не меня плохо слышно. Просто сам OUNY3D нам минимум делает как-то так. Сами поднимите там микрофон мой. Точнее, громкость в плеере. Так, что же я все-таки напустил? Ну давайте снова пройдемся. По вот этой вкладочке General. Let XSplit Disable AeroThema. Эта опция отвечает за отключение AeroThema для уменьшения потребления ресурсов самого компьютера. Ну и чтобы у вас стрим не лагал. Так вот часто. Потому что, в принципе, сама AeroThema у нас занимает очень много ресурсов. Enable Virtual Camera Output. У нас позволяет делать XSplit как камеру. То есть ее добавлять в DOBO Flash Life Encoder. Как это еще делать, я еще не знаю. Мне это не надо. Make XSplit Window. Это позволяет вот эти вот всякие окошечки маленькие. Там User Settings, сам XSplit, там еще там что-то. Просто убирать со стрима. Enable Skype Integration. Ну, конечно же, интегрирует XSplit в Skype. То есть все ваши разговоры в Skype у вас окажутся на стриме. Так, Enable Game Source. Новая вкладочка. Точнее, новая опция. Она только находится в бета-тестировании. Поэтому ее лучше сейчас не пользоваться. Или пользоваться в каком случае. По-моему, как я понял, она позволяет сразу стримить игру не в оконном режиме. Или как-то так. То есть просто запускайте тупую игру. Ну, не надо никаких настроек с оконами. И все, стримите, все ок. Так, микрофон. Микрофон, как я уже сказал, надо поставить именно микрофон, не стереомикшер. Silence Detection не надо. Не надо активировать. Так, My Recording отвечает за рекординг. За ту папку, где у вас окажутся ваши записи. Сейчас она у меня вот такая вот. В принципе, ее можете поменять. Система информации, как я говорил, отправляет всю вашу информацию с вашего стрима. Там, ваша конфигурация вашего процессора на тех настройках, которые вы стримите. На сервере Xplit к их разработчикам. Так, ну, переходим наконец-то. Вот, вкладку Channels. Вкладку Channels. И добавляем наш канал. Ну, допустим, у вас уже создан аккаунт, создан канал на Ounity. И вам просто надо добавить Add. Назвать кнопочку Add. И Ounity 3D. Как мы видим, здесь представлены еще следующие каналы. Justin.TV. LiveStream. Nico Nico Live. Еще какой-то стрим. Ustream. Multistream. Так, вот что такое Multistream? Я забыл. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, Multistream. А, это у нас вот, это у нас отвечает, отвечает за то, что если вы, например, хотите стримить и на Ounity, и на Justin.TV, то есть вы просто здесь добавляете, отмечаете данные каналы галочками, check all или uncheck, uncheck all или просто галочками выбираете. Добавляете настройки к одному потоку, которые будут идти на эти каналы, и все, и стримите. В принципе, тут ничего сложного и нет. То, просто различие в том, что при вот этих настройках вы стримите на один канал. А если вы добавите еще вот это, Multistream, то вы будете стримить сразу на два канала и несколько. Ну, как захотите. В принципе, возможно, даже в платной версии вот это у нас уберут. Ну, в принципе, мне это не важно. Я стримлюсь всегда на одном канале, у меня процессор только позволяет на один канал стримить. В принципе, вот так вот. Custom RTML. Ну, как я уже говорил, у вас на Ounity, канале Ounity, точнее, в настройках на сайте Ounity, у вас есть ссылочки. fms.url.fm.stream. То есть, вы можете добавить прямо сюда. Вот сюда. Там name, fmrl.url, там stream name, там подобное. Ну, это, конечно, для тех хостингов, для которых нет. Вот так вот, как создать аккаунт, просто нажимаете и стримите. Это также нужно, если у вас, например, есть отдельный сервер FlashLive, еще что-то такое подобное. Ну, и просто туда вот забиваете rtml.url, stream name, и все. И стримите, как вам нравится. Ну, и тут настройки. Настройки мы чуть поговорим побольше, когда уже будем настраивать канал на Ounity 3D. Следовательных лагов в площади будет. Нет, там просто у меня вот эти всякие окна, там using streams, не были видны на стриме. Мейкер, к сожалению, тоже так вот делал такую ошибочку. Небольшую, поэтому я ее повторил успешно. Ну, бывает иногда тут есть такие заморочки. Так, надеюсь, сейчас не лагает. Там, напишите мне или что на ESL в чате. Так, Менфис ушел. Ну, ладно. Вернемся к нашим баранам. Открываем все-таки вот это вот. Ounity 3D Inchery. Вот. Мы открыли главное окно с настройками нашего канала. И здесь вы забиваете имя канала. То есть, как вот вы на Ounity зарегистрированы. У меня там Inchery. Название моего канала. Там забиваете пароль. Выбираете. Тут автоматически должен появиться channel, когда вы его создали. Когда он подтвержден администратором. И location. Location это, ну, в какой, так сказать, районе ваш стрим находится. То есть, там, Европа. Или для кого вы стримите. Там, Европа, US East, US West, US Backup. Ну, и что-то такое. Ну, я Европу убираю. Так, теперь. Спасибо. Как всегда. Так, ну, и теперь переходим, так сказать, к мини-вкладочке Video Encoding. Расскажем ее более подробно. В прошлый раз я об этом не рассказывал так более подробно. Пресеты. Что такое пресеты? Xplit. Как я уже говорил. Нет, я и не говорил об этом. В Adobe Flashlife Encoder вы можете настраивать очень гибко ваш стрим. То есть, там, Framerate. Еще вот в формате там что-то можете прикручивать. Только с помощью вот этой вот кнопочки в виде ключа. Также еще вот тут что-то делать. В принципе, я в этом пока не так хорошо шарю. Я больше по Xplit. В Xplit же вам надо обладать, так сказать, навыками программируя небольшого, чтобы редактировать пресеты. И также сам кодек. В принципе, на Xplit.com вы можете найти всякие гайды по настройке. Там у них есть специальные вики. И вы сможете найти всякие гайды по настройке Xplit. Ну, еще я говорю не по настройке Xplit, а по настройке кодек. Там всякие функции, там программные функции, еще что-то такое. Всякие настройки. Там очень подробно описано. К сожалению, на английском языке. Ну, что делать? Так, ну, давайте. Xplit Default. Xplit Default. Ну, конечно, пресет Xplit Default. Это у нас все дефолтные настройки. Какие здесь представлены? Ultra Fast, Super Fast, Very Fast, Fast. Ну, как видите, много. Ультра-фаст у вас будет очень на стриме очень много всяких таких квадратиков. Даже, наверное, при большом битрейте. Просто это позволяет побыстрее вашему потоку переходить через энкодер и сразу поставаться на уни 3D. В принципе, лучшие качества я добиваюсь на Xplit Default. В принципе, вам советую. Вот, качество. Квилити. Для League of Legends и StarCraft 2 у меня стоит единица. В принципе, если у вас там Core i7 или что-то такое подобное, вы можете там поставить 5 или 8. В принципе, 9 и 10 там практически таких больших различий не имеет. Ну, максимум 8 лучше поставить, потому что, как вы уже знаете, при таком вот качестве очень много ресурсов будет пожирать Xplit. Ну, и сама игра, конечно же. StarCraft особенно. Там вообще 2 ядра он точно будет у вас жирать. То есть, у вас получается 2 ядра только остается для стрима самого. Так что, вот так вот. Максимум ставьте 80. Я вам такое советую. Так. FLV MaxBitRate. Ну, здесь выставляем максимально ваш битрейт. Сейчас у меня 550. При расширении окна 1280 на 720. При таком вот расширении, как у меня, и при качестве там больше 5, лучше, конечно, ставить там 2000 битрейт. Ну, если, конечно, ваш канал позволяет. FV Buffer. Ну, это там что-то с буфером связанное. Буфер я не до конца понимаю, что это такое. Ну, надо уже это из области видеомонтажа или что-то такое подобное. Вот, в принципе, лучше, конечно, для, так сказать, потребления меньших ресурсов, ставить буфер равным вашему битрейту. Как-то у меня так получилось. Какими-то экспериментами этого добился. То есть, если у вас, например, баффер в 2 раза больше. Вот, например, у меня там было, по-моему, 800 что ли. Здесь у меня MaxBitRate 800 был, а тут автоматически осталось 1600. То есть, если у вас, например, картинка требует больше, чем 800 битрейт, то сразу XBit это выставляет. Там столько-столько надо, например, 900. А вам, например, этого не надо. Вам надо какое-то там максимальное значение, чтобы он не превышал этого. Вы ставите тут в баффере. Ну, я так понимаю, как это работает. Больше, в принципе, не знаю. Ну, я это чисто своими тестами добился. Если что, поправьте меня, конечно. Напишите, как это работает. Я, кстати, с баффером как-то не работал так вот досконально. Ну, и Resolution. Здесь, в принципе, раньше нельзя было изменить. Сейчас уже можно. Если вы можете выбрать, в каком расширении ваш энкодер должен кодировать ваше видео. Ну, в принципе, у меня сейчас настройки ставят стандартные. Default Stage Resolution. То есть, у вас при такой настройке у вас будет кодер делать такое же расширение, как вы поставили. Ну, у меня сейчас стоит 1280 на 720. Вы тут можете поставить, там, например, какой-нибудь 800 на 600. У вас будет энкодер перекодировать ваше видео в такое вот расширение. В принципе, с одной стороны это лучше. С другой стороны, конечно, это потребляет много ресурсов. Ну, пробуйте, конечно, пробуйте. Для каждой машины лучше иметь свой конфиг. И на это, конечно, лучше потратить недельку, там, недельку опытов. Там, попросить кого-нибудь смотреть. Конечно, лучше, если у вас два компьютера. Или, там, например, компьютер и ноутбук. Там, например, роута строит. И вы просто смотрите, следите за своим стримом с вашего, там, ноутбука. То есть, как бы, лучше, конечно, стрим настраивать именно с двух компов, чтобы вы именно видели, не кто-то другой, а вы именно видели, как ваша картинка отображается на стриме. Ну, в принципе, поставим Devil Stage Resolutions. Ну, переходим к Audio Encoding. Слишком много вот этих вот 22КХЗ ставить не надо. Максимум где-то 44 вам подойдет. Ну, а, конечно же, стерео. Стерео, конечно, самое удобное. Потому что вы захватываете игру, а игру, конечно же, стерео у вас. Ну, и битрейт, конечно, лучше делать какой-то там побольше. Побольше 100. Ну, 128 хватит просто сполна. Вот. Ну, и кодек. Раньше здесь был ААЦ еще. Ну, только MP3 остался. Ну, в принципе, даже это хорошо. Вот. И главная, главная, так сказать, галочка. Если вы хотите, чтобы ваш стрим записывался на локальный компьютер, вашу ту папочку, которую мы настраивали в вкладке General, вам надо поставить эту галочку Automatically Recorded Broadcast. То есть у вас, как я уже сказал, ваш стрим будет записываться на локальный компьютер. Конечно же, это будет потреблять ресурсов. Но, конечно, не так много, как Adobe Flash Life Encoder, как я последил. Но все-таки будет потреблять. Да, и что я еще заметил. Вот записи Adobe Flash Life Encoder иногда просто у вас не воспроизводится. Особенно, если вы стремите не на FP6, а там, например, в каком-нибудь другом формате. Я забыл, как он. H264. По-моему, так он называется в Adobe Flash Life Encoder. Я уже не помню. При таком формате вы просто не сможете прочитать или там с помощью специального плеера. И, к сожалению, Flash Life Encoder записывает так в виде, что иногда очень трудно его перекодировать в другой формат. Или просто вам надо использовать, например, канал YouTube. Ну, как я обычно это делаю. Загоняю видео на канал YouTube. Если там все нормально, звукозапись не удалили, потом я это расскажу, почему могут удалять. Запись на YouTube. Ну, вот. И потом просто скачиваете тупо с помощью... Ну, я использую Mozilla Firefox. И там есть специальный плагин. Для него дополнение Download Helper. С помощью него вы просто скачиваете это видео, и все окей. Все окей. Конечно же, там выбирайте, чтобы в максимальном качестве скачалось. Потому что, как вы знаете, у YouTube делает несколько копий видео в нескольких вариантах качества. Так, ну, в принципе, здесь все. Я думаю, здесь все мы настроили. Также можно сделать для любого другого канала. Так, вот еще что можно сделать. XSplit позволяет стримить не на какой-нибудь канал, а просто на ваш локальный диск. То есть, вы, например, хотите записать ввод, и не хотите, чтобы его кто-то преждевременно увидел. Там на стриме или еще где-то. Еще где-то. Вот вы просто пишете ваш, так сказать, ввод на локальный диск, потом его куда-то заливаете, на тот же YouTube или на Uni3D. Вот делается это то же самое, как вы добавляете канал. Просто выбираем Local Recording. И тут так же все настраиваете. Просто у вас выбирается вот эта, так сказать, мини-вкладочка с настройками канала. Вот и все. Так, что тут у нас еще есть? More. More Streaming Edits. Сейчас посмотрим, что это такое. А, ну, тут позволяет стримить на другие каналы, которые еще не добавлены автоматически в Xplit. Просто выбираете ее и нажимаете Install. У нас практически установится. Также вы можете удалять вот эти ваши каналы с помощью кнопки Remove. Ну и Edit, конечно же, редактировать. Так, ну, думаю, с этим, наверное, все. С этим, наверное, все. Так, Hotkey. Вот. Hotkey, конечно, это небольшая такая чума в Xplit. То есть, если вы, например, играете в StarCraft, где вы используете вот такие клавиши, как там 1, 2, 3, стандартно, эти клавиши 1, 2, 3, 4, 5, вот на клавиатуре выше, чем Shift. Ну, не Shift, а Alphabet. У вас эти клавиши заняты вот этими Hotkey'ами. Что Hotkey'и делают? Они просто-напросто переключают на ваши сцены. Например, там, у меня сейчас стоит F1, то есть при нажатии F1 у нас переместится в сцену Main KS. При нажатии клавиши F2 у нас переместится на сцену 0, 2. Вот эту вот сцену. Вот. Поэтому лучше, конечно, убрать с 1, 2, 3, вот как я поставил F1, F2. Причем, как мы видим... Кстати, вот в новых версиях у нас уже добавился Hotkey, как Stop, Start, Stream на каком-то канале. В принципе, это тоже можно настроить. Ниже голос попадает немножечко. Так, что еще? Вот у нас, так как вы знаете, что у нас, наверное, знаете, F... Клавиш F довольно не хватает, поэтому можно сделать так. Комбинацию клавиш на Switch to сцену 0, 6, сцену 0, 6, последнюю сцену, как она там называется, забыл. Просто делайте комбинацию клавиш с Ctrl и выбирайте тут, например, ну, 0, например. Ну, еще что-то такое. Ну, что вы не используете и использовать не можете. Как бы вот так вот. К чему это может привести? Ну, например, вы задели эту клавишу, у вас просто тупо переместилось на какую-то сцену. Ну, и ваш стрим просто пропал. Можно так сказать даже. Вот. Так, что еще забыл сказать? Так, ну, а записяк мы поговорим чуть-чуть побольше, попозже. Сколько мы уже стримим, я уже не знаю. Так, сейчас посмотрим, сколько мы уже стримимим. Уже 1 час 15 минут. Да, рекорд, рекорд. Итак, как мы быстро можем попасть в наши записи? На локальные записи. Tools, My Recording. У нас сразу открывает вашу папочку. Вашу папочку. Вот. Открыли там, посмотрели. Все окей. Вот сколько записей. Записей довольно много. Вот. Что еще забыл, кстати, сказать? Кстати, вы пока можете задавать вопросы. Если поднимать задержку, то может улучшить. Смотри, что ты поднимаешь под задержкой. Задержка именно на оуниде или... Или в самом эксплите. Если задержку делать на оуниде, то... То-то-то-то-то-то-то-то... Что я хотел сказать? А, если задержку делать, то качество, конечно, не... Не будет ничего с ним. Просто сам оунид у вас добавляет... Вам добавляет эту задержку. Вот и все. А так сам поток будет нормальным. Для калки можно квалити поднять. Конечно, как я уже показывал, там можно настроить, как обычный канал. Просто без самого настройки канала. Там ввода логин и пароля. Просто делайте все так же, как и для канала. Так. Что еще я сказал? Забыть сказал. Вот что. Вы можете вот эти цены переименовывать. Вот это вот. Так сказать, окне. Небольшом. Понять не вредя самому стриму. В принципе, что? Поднять задержку. Нет, задержка реализуется с помощью оуни 3D. Самого вашего, как я уже говорил, аккаунта. То есть вот заходим в лайфстрим. Ой, не надо. И вот эта опция. Stream Delay. И тут выбирайте. Там делай 30 секунд, 60 секунд, 90, 120. Это уже сам оунит вам будет выдавать задержку. Ну, вот это как он работает, я точно не знаю. Но просто будет выдавать задержку. Вот и все. Возможно, и не больше. Просто будет немного задерживать. Ну, я, честно, это еще не тестил. Сами потестите там. В принципе, я думаю, не больше минуты, наверное, следует. Больше это уже там будут всякие лаги. Так, надеюсь, у меня там все записывается. Ну, ладно. Так, что я еще забыл сказать? А, вот, в последних версиях из сплита нам добавили монитор. Монитор громкости звука в стереомикшере вашего микрофона. Вот вы, наверное, если приблизите, видите вот эту вот красненькую такую полосочку. Вот она отображает уровень вашей громкости. Громкости вашего микрофона. Это очень, кстати, удобно. Сразу видно, что и как, где и работает, что не работает. Как отключить микрофон? В принципе, вы можете, если у вас гарнитур, отключить микрофон на гарнитуре. Или же использовать вот эту клавишу. Просто отключаете, вот и все. Видите, у нас индикатор убрался. Также можете и для стереомикшера сделать. Раз и все. Тут все просто. Так, ну, в принципе, все. С этим все, я думаю. Так, о чем я еще забыл сказать? Так, ну, по поводу запись ввода на локальный диск, запись стрима на сайте. Ну, в принципе, я уже говорил, куда у нас кидаются записи. Как их можно обрабатывать. Как я уже говорил, можно, в принципе, обработать на YouTube. То есть, заходите на YouTube, там добавляете свое видео. Конечно, если у вас канал позволяет добавлять больше 15 минут видео, то, конечно, с легко это вы можете делать. Ну, у кого меньше 15 минут, то увы. Так же вы можете на самом Уни 3D заливать ваше видео, но это иногда, конечно, приводит к потере видео просто-напросто. Например, upload date. Или сейчас посмотрю, как там. Можно ли вообще что-то сделать? Upload date или нельзя? Сейчас проверим. А, вот, upload. Заходим. Upload. И тут добавляем там взор. Максимум тут у нас показано 2 гигабайта у нас может быть видео. И не больше 25 минут. То есть, вот так вот. Если вы хотите больше, больше, чтобы у вас видео добавлялось, то просто надо подписать какой-то контракт с самим Уни 3D. В принципе, это даже правильно. В принципе, 25 минут вам хватит. Особо на Уни 3D я так ничего не загружаю. Лучше всего загружать на YouTube. Так. Так, что я забыл. А, вот что я забыл сказать. Как, в принципе, сохранять напрямую именно на ваш канал, вашу запись. Когда вы начали стримить... Скажите, вот это вот забыл сказать. Как начинать именно стримить? Broadcast. И нажимаем Уни 3D Intrate. То есть, нажимаете на ваш канал. И у вас вот здесь появится галочка, что вы начали стримить именно на этот канал. Вот вы начали стрим. Здесь вот появилась информация, что вы стримите. Там появился битрейт. Сколько пользователей. Viewers или как это там называется там. Сколько вас смотрят. После этого вы заходите на главную страницу Уни 3D. Заходите в ваш профиль. Правой кнопкой мыши открываете в новом окне Broadcast. Вот эту ссылочку. Переходим на вот эту вот вкладку. Так сказать. Уни 3D Broadcaster. Тут что с лайвстримом. Если у вас там, например, один стрим-канал, вам просто нажимаете Select. Или же просто выбираете там вам нужный канал и потом нажимаете Start Record. У меня сейчас Stop Record, потому что я сейчас записываю. Ну и также у вас тут Live Performance. Сколько у вас пользователей посетило и сколько посмотрело и тому подобное. В принципе, как я заметил, Унид начинает, ну так сказать, в кавычках начинает записывать. Начинает он записывать, конечно же, с того момента, как вы нажали вот эту кнопочку. А так он записывает, ну как сказать, виртуально, так сказать, записывает ваш аккаунт, ваше видео, где-то с 10, наверное, 10-15 минуты вашего стрима. И, по-моему, он может писать только 60 минут, как я знаю. Или же он сейчас может уже делить. Раньше, по крайней мере, как я помню, здесь было такое предупреждение, что вы можете записывать только 60 минут. То есть, вас после 60 минут надо просто делать Stop Start Reg, это все. Сейчас не знаю, как это все делается. Может, он просто сам уже распределяет ваше видео по частям по 60 минут и как-то так делает. От чего зависит ограничение времени профиля? В смысле ограничение времени? Ограничение времени делает сам Life Encoder. Ой, что я говорю? Сам OUNIT. Ну и также, конечно, ваше расстояние до серверов OUNIT 3D. А, 15 минут или более. Это ограничение на YouTube, как я говорил. За ваши записи, именно. За ваши загруженные записи. На OUNIT, в вашей загруженной записи, на OUNIT тоже можно добавлять запись свою. Там 25 минут, до 25 минут. Как-то так. Фейспал. На него просто не понимаете, я. Немного не поймал вопрос. Ограничение времени в профилях. Ну, 20, как я уже повторюсь, 25 минут для загруженного видео, не именно вашего стрима, который вот так вот нажимает там record, старт рекорд, а именно просто, как на YouTube, вы загружаете там какое-нибудь видео. Там 25 минут. А вот на OUNIT 3D, когда вы стримите, тут я уже точно не могу сказать, сколько сейчас у них. Какое ограничение. Раньше было 60 минут. 60 минут давалось на запись стрима. Сейчас не знаю, сколько там. Ну, как вы видите, ничего не написано такого. Раньше тут что-то было написано. Так, шоу про... Так, ну, это можно убрать, в принципе. Все, шеф, понял. Так, что же еще, в принципе, можно рассказать? Так, ну, в принципе, этот гайд будет висеть, как я уже говорил, на ESL. Так, партнер программ. Кстати, вот в этой вкладке партнер программ вы можете подать запрос на партнерство на Sony 3D. И тут условия, по-моему, если у вас 500 тысяч вьюверов каждый месяц или регулярных стримов, у вас набирается 300 человек, 300 зрителей. Правильно, говорю, most be the age of the country's events. Ну, это что-то такое со страной, с их правами. Так, ну, устройка аккаунта. Вот здесь все понятно, в принципе. Мой профиль. Ну, в принципе, наверное, все. По эксплиту у нас на сегодня. 550. Ну да, 550 тысяч. Так, что еще можно, в принципе, рассказать? Сейчас прочекаем все вкладки. Посмотрим, что и как. Так, анонсет. Вот что я забыл рассказать. Недавно я, кстати, открыл эту функцию. Что такое анонсет? Как я уже, наверное, говорил в начале стрима, у вас есть такая вот статус-месседж в вашем настройке вашего вайв-стрима. Вот оно, статус-месседж. Вы просто можете через Xplit на вот этом вот вашем канале Only3D или на другом-другом канале, который позволяет, кстати, сделать анонс. Тут, по-моему, Xplit сам автоматически выводит те каналы, которые могут делать автоматический анонс. Вы просто нажимаете. Вот у вас такая вот появляется фиговина. Такая картиночка. Нажимаете тут Owned. Кстати, можно в Twitter сразу подать Facebook. Так, Update Channels. Так, сейчас почтем, что у нас пишут. Usually you can edit your channel status even when mid-broadcast. То есть, когда, например, начинаете сейчас начать стримить, вы можете там подать какой-нибудь там статус-месседж на тот же Twitter, на тот же Facebook, на тот же Owned, что вы там... Я начинаю стримить. Все, смотрите меня. Мы улоло, мы про. Начинаете настримить. Так, Continue. Выбираете здесь игру. Вы видите, как много игр добавлено. Там, например, League of Legends. Здесь пишите статус-месседж. Соло-ранкет-есел-стримс или что-то такое подобное. Update Channels и потом Finish Announcing. Вот и все. В принципе, вот для чего эта вкладка нужна. В принципе, даже удобно. Так, сразу, быстро. Раз и все, в Мирославу по разным всяким данным. Всяким этим. Кстати, к сожалению, этот сервис, по-моему, недоступен. По-моему, сейчас. Ну, возможно, эту функцию доработают. Или уже ведут в платные версии. Но платные версии, конечно же, стоят денежек. Конечно, с одной стороны, жалко, что там нету ВКонтакта. Так как ВКонтакт у нас преимущественная социальная сеть. Так сказать. Ну, да ладно. Твиттер тоже решает вместе с Фейсбуком. Так, ну, в принципе, здесь, наверное, все уже. В принципе, гайд можно заканчивать. Так, кто смотрел с самого начала, еще раз напишите где-нибудь мне, там, или в скайп, или еще где-то, что я упустил, или что вот из той вот ошибки с окнами у меня не было показано. Так, идите Channels, еще раз приближаемся, вкладка General, Channels, Resolutions. А, ну, вот Resolutions. Еще раз повторюсь, здесь вы можете добавить какое-нибудь дефолтное расширение для вашего стрима. Максимально 4960 на 4960. Ну, это вообще жесть. Да не знаю, как он компьютер должен быть. Так, ну, я думаю, все на сегодня. Этот гайд вы, конечно же, увидите на ESL и на моем канале YouTube. Ну, ладно, всем до встречи, всем до новых встреч. Кстати, потом, чуть попозже, я добавлю свой старый, так сказать, ну, как старый, гайд по настройке отображения счета в Counter-Strike. Именно средствами X-Split, потому что многие ищут, у меня даже за его пользу, как сделать отображение счета. Конечно, есть специальные программы, если вы их найдете в интернете, можно их использовать. Ну, можно, кстати, и использовать стандартные средства X-Split. Но здесь есть такая маленькая проблемка. Если у вас маленький монитор, там меньше, чем 19 дюймов, то это будет для вас сложновато сделать. Потому что вам будет приходиться работать сразу двумя оконами, то есть с окном X-Split и с окном Counter-Strike. Или еще там с чем-то. Есть какой-то другой игрой. Да, прямо сейчас рассказываю. Ну, сейчас уже гайд не о том. Потом добавлю ссылки, там все, в принципе, подробно рассказывано, что и как. Ладно, всем до новых встреч в эфире. Всем пока, да вам. Ждите сегодня, кстати, сегодня. Сегодня что я хотел сказать? Мне хочется просто это в ролик говорить. Ну, ладно, не будем рекламу делать. Ладно, все, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.